В сегодняшнем ролике я предлагаю вам взглянуть на аудиоинтерфейсы от Acone. Модель Pro, модель под. Казалось бы, можно было бы подумать, что это старшая модель, а это младшая. Но я так не думаю, как мне кажется, каждый из этих аудиоинтерфейсов создан сугубо под свои задачи. И в этом ролике мы постараемся понять, где именно тот или иной аудиоинтерфейс будет нам полезен. Друзья, рад приветствовать вас на канале. Давай запишем, здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Оба интерфейса обладают двумя каналами. И здесь, на самом деле, первое отличие. Посмотрите, аудиоинтерфейс Pro у нас имеет на борту сразу два микрофонных предусилителя, то есть сюда мы можем подключить динамические, конденсаторные микрофоны сразу в количестве двух штук. К аудиоинтерфейсу Pod мы это сможем сделать лишь единожды, потому что лишь первый канал тут у нас обладает микрофонным предусилителем. Здесь у нас комбинированные разъемы на первом и втором канале, здесь у нас на первом канале XLR. Исключительно для микрофонов линейные подключения, по крайней мере, по инструкции, вот эта штучка на первом канале не поддерживает. Зато второй канал здесь у нас может принимать и линейные сигналы, и инструментальные какие-то подключения, потому что имеется переключение в инструментальный режим. Опять же, здесь легко увидеть на примере Pro, что переключение с линейного в инструментальный режим и обратно есть как на первом, так и на втором канале. Регуляторы усиления и там, и там у нас присутствуют отдельные для каждого канала. Кстати, о микрофонном предусилителе, который мы тестируем на протяжении всего сегодняшнего ролика на примере этой самой петлички, которую вы видите на мне. В максимальном значении он выдает 45 дБ. Не сказал бы, что это много, но при этом, если работать с тем же конденсаторным микрофоном, как мы сейчас, вы можете по положению ручки понять, что запаса по громкости у нас есть, и его более чем хватает. Мониторинг. И это очень интересно, потому что здесь есть прямой мониторинг и на этом, и на этом устройстве. Давайте сначала посмотрим, что у нас происходит на Pro. А на Pro у нас прямо-таки есть специальная ручка, которая отвечает за соотношение сигнала, прямого сигнала того, который приходит нам на входы аудиоинтерфейса к сигналу, который мы получаем из компьютера, например, из рабочей станции или из Windows, если вы это устройство выставили как аудиоустройство по умолчанию в Индии. Так вот, с помощью этого регулятора можно плавно настроить тот звук, тот микс, который вы хотите у себя слышать в наушниках. И отдельно под все тот же самый мониторинг аппаратный с нулевой задержкой здесь есть переключатель моно-стерео, он отвечает за то, как именно звук будет идти. Ну, например, в ваши наушники, если вы мониторите все через наушники, будут ли это два канала, первый-второй канал, разведенные по панораме жестко влево и вправо, или будут это те же самые два канала, только соединенные по центру в моно, звучащие у вас не влево-вправо, а по центру сразу в двухканалах. Еще одно отличие, на самом деле, оно вынесено прямо в название, на мой взгляд, это POD, то есть штучка, которая создана, наверное, для работы с подкастами, стримами и так далее, о чем я говорю. Тот же самый аппаратный мониторинг есть и здесь, только он реализован немножко иначе. Обратите свое внимание на заднюю часть вот этого аудиоинтерфейса. Смотрите, здесь у нас есть прям трехпозиционный переключатель. У нас есть включение аппаратного мониторинга, есть выключение аппаратного мониторинга и есть, так скажем, выбор режима на третьем переключении, то есть это, опять же, моно либо стерео, все точно так же, как и на версии Pro. Да, единственное, тут нет ручки для плавной регулировки. Это, ну, на мой взгляд, минус, конечно же, но опять же, если эта вещь у нас позиционируется не для записи музыки в основном, а для стриминга, подкастинга и тому подобных интересных вещей, то плавная ручка мониторинга особого в таких случаях нам и не нужна. Вместе с этим тут появился loopback. На карточке Pro loopback нет. Опять же, что это за функция? Это закольцовка, которая нам весь звук с компьютера как бы посылает виртуально на каналы 1, 2, и выставляя эти первые два входные где-то на запись или, например, программе для захвата экрана, мы с вами будем получать этот самый звук с компьютера на первом-втором входе карты. Ну как бы на первом-втором входе карты, как будто бы сюда, к этим самым аналоговым разъемом, мы подключили звук с компьютера. Это очень удобно, опять же, во время стриминга, во время каких-то созвонов, когда у вас нет двух дорожек раздельных под микрофон и под звук с Windows, например. Вы можете все запихнуть это в одну дорожку, благо здесь, опять же, есть режимы переключения. Можно на запись впускать либо loopback, можно на запись впускать каналы 1, 2, можно на запись впускать общий микс. И опять же, если вы занимаетесь стримингом, особенно стримингом мобильным, вы это оцените. Вот, про мобильные устройства поговорим, потому что тоже очень важный момент. И перед тем, как об этом все-таки общаться, я хочу вам продемонстрировать, что идет в комплекте вместе с этими аудиоинтерфейсами. В первую очередь, это, конечно же, такой небольшой момент, перед тем, как начинает работать с аудиоинтерфейсами. Будьте готовы приклеить ножки резиновые к ним, я думаю, люди, которые скучали по Ikea, в принципе, такую вещь оценят. Не забудьте наклеить ножки, потому что без них эти штуки нещадно просто скользят, потому что они в целом весят не так уж и много. Два провода, которые мы также найдем с вами в комплекте. Первый — это USB. Причем я хочу вас предостеречь, здесь все работает на основном Type-B USB-разъеме, в комплекте идет провод с Type-B на Type-A. У нас на студии живет наш студийный провод с Type-B на Type-C, почему-то с ним эти аудиоинтерфейсы работают как-то очень странно и через раз. Так что я вас призываю в работе, если у вас даже есть собственный провод, отложить его, по крайней мере, на время и воспользоваться штатным USB-проводом, благо он идет в комплекте. Второй провод, и как раз-таки мы возвращаемся к той теме, которую я начал, это использование с мобилками, и это относится как к первому, так и ко второму аудиоинтерфейсу. Это провод формата TRRS на TRRS, то есть это маленький джек звуковой, но сразу на четыре контакта, не стандартный балансный на три, а на четыре. На одном и на другом аудиоинтерфейсе предусмотрен четырехконтактный AUX-разъем, как раз-таки для подключения этим самым проводом. Что мы с помощью этого добиваемся? Мы можем брать телефон, подключать его сюда и не только забирать с него звук, но и отправлять какой-то звук обратно на телефон. Например, таким образом можно не только закидывать какую-то фоновую музыку на стрим, если мы говорим о стриме, но и общаться с кем-то по телефону во время стриминга. Здесь такая возможность реализована, и это здорово. И ещё одно важное отличие этого аудиоинтерфейса от этого. Здесь мы имеем исключительно Type-B-разъем для подключения к компьютеру, но на самом деле он bass-powered, то есть всё необходимое питание, по крайней мере, от работы. При работе с компьютером он берёт по USB-шине. Здесь у нас сразу два разъема. Есть как привычный Type-B, так и разъем Type-C для дополнительного питания, если вы работаете с мобильными устройствами. Я так понимаю, что версия Pro немножко не рассчитана на работу с мобильными устройствами, хотя, с другой стороны, если вы используете активный хаб и необходимое питание вы сможете передать на всё тот же Type-B-разъем, то думаю, что и эта карточка спокойно заработает, потому что, в принципе, они друг на друга очень и очень похожи. Ну и последняя фишка, о которой я хочу поговорить, это усиление на выход. Здесь и здесь у нас раздельные ручки как на громкий контроль, разъемы TRS, стерео TRS выведены сзади карты, так и на тихий контроль. Есть ручка и тут, и тут, и разъемы большие джеки для подключения наушников есть, опять же, и там, и там. 64 Ом мы протестировали в студийных условиях, я думаю, что для 64 Ом усилителя здешнего достаточно. Если что-то с большим сопротивлением, тут я бы, конечно, предостерёгся, но, с другой стороны, никто не отменяет дополнительные микрофонные предусилители. Хотя, опять же, хотелось бы, согласитесь, уже из коробки иметь решение, которое будет работать и с высокоомными наушниками, но это редкость, особенно в таком ценовом сегменте, потому что да, как бы я их не нахваливал, всё-таки это бюджетные аудиоинтерфейсы, и при выставлении финальной оценки не стоит забывать, сколько они всё-таки стоят. От аппаратной части будем плавно переходить к программной, но, опять же, перед этим можно поговорить про преобразователи. 24 бита на 192 килогерца максимальное положение здесь мы найдём, хотя немножко странно, когда вы открываете контрольную панельку для работы с параметрами аудиоинтерфейсов, видеть там 32 бита. Возможно, мы чего-то не знаем, и ребята из Acon что-то от нас скрывает. Тем не менее, раз уж мы всё-таки с вами перешли на программную часть, то это, конечно же, задержка. Про аппаратную задержку без какой-либо задержки, прошу прощения за эту патологию, мы уже с вами поговорили. Время поговорить про Асю-задержку, именно сейчас вы её на экране у себя наблюдаете. Где этот параметр будет для нас существенен, где он будет важен? Например, когда вы работаете в достаточно загруженных проектах, когда вы эмулируете звучание гитарного усиления и хотите, подключив сюда гитару, слышать в реальном времени звук вашей гитары, при этом не слышать какие-то, ну знаете, такие вот скрипы, неприятные звуки из-за размера буфера. Вот именно здесь задержка аудиоинтерфейса, это очень и очень важно, и этому стоит уделять отдельное внимание. Я сюда подключил сейчас второй провод, и это я сделал на самом деле не зря, потому что я сюда уже закоммутировал второй микрофон. Это тоже будет такой совсем небольшой, но всё-таки тест. Я предлагаю вам послушать сразу два микрофона, помимо петличного. И это наш AC-T2. Вы все его прекрасно знаете, это наш штатный студийный микрофон. Сколько он уже пережил, сколько он уже падал бедный, но до сих пор работает и до сих пор звучит просто замечательно. Широкомембранный конденсаторный микрофон. Пока я произвожу необходимую перекоммутацию, хочу с вами немножко поговорить на тему драйвера. И это здорово, что у этих аудиоинтерфейсов есть хоть и один на двоих, но, собственно, свой собственный ASIO драйвер. Да, они не работают на ASIO for all, ну нет, они определяются в ASIO for all, поймите меня правильно. Но тот факт, что они имеют свои собственные фирменные ASIO драйверы, это просто замечательно. И это, естественно, плюсик, в том числе и к стабильности работы. Я хочу открыть себе рабочую станцию перед тем, как начать говорить сами через микрофон. Хочу добавить усиление. И сейчас мы поймем, хватит ли здешнего усиления для работы с ручным динамическим микрофоном. Так, можно побольше дать немножко. Один, два, три. Ну вот, всё. Больше делать я не буду, потому что я сейчас не контролирую это всё, мне очень страшно уходить в перегрузку. Но в целом, сейчас мы имеем уровень, с которым можно работать. Причём, с которым можно работать не только на посте, но и, например, во время стрима, если мы уже говорим про стримы. Хотя, наверное, стоило подключиться к этому аудиоинтерфейсу, чтобы говорить про стриминг. Но опять же, тут я хочу сделать очень важное ударение, что и эта звуковая карточка, и эта звуковая карточка, они обе имеют одну и ту же начинку. Те же самые микрофонные предусилители, те же самые преобразователи, просто немножко иная конфигурация по каналам. Ну и, естественно, за счёт лупбека эта штучка больше предназначена для стриминга. Опять же, Type-C разъём сигнализирует, что тут у нас больше под стриминг такой мобильный. Перейдём обратно на петлю, и я бы хотел анонсировать тесты. Давайте вооружимся этим аудиоинтерфейсом, поскольку тут есть сразу два микрофонных канала. Подключим сюда два микрофона, как раз-таки один широкомембранный, а второй динамический, и запишем небольшой музыкальный дуэт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, топ за свои деньги, как вы считаете? Я был готов негативить. Честно, вот честно вам признаюсь, за кадром я был готов негативить просто потому, что мы использовали наш студийный провод, они как-то работали через раз, отваливались. Но извините меня, мы работаем с Type-C на Type-B достаточно большого размера, и чёрт его знает, там, может быть, создатели провода что-то намудрили с распиновкой, может быть, такой длины провода, ну её слишком много, слишком длинный этот провод, чтобы получать необходимое питание этим аудиоинтерфейсом. Тем не менее, перейдя на штатный провод USB, который идёт в комплекте, мы лишились всех проблем, что, собственно, меня необычайно радует. Да, осталась вот эта вот сопля, но как бы, друзья, это рабочий момент, с этим ничего не поделать. Что хочется сказать? Интерфейсы действительно интересны, не стоит к ним, опять же, относиться, о чём я говорил в самом начале, что это младшая карточка, это старшая карточка, как мы с вами распределяем их обычно. Нет, это всё не так. Стоят они примерно одинаково, но это чуть-чуть побольше из-за микрофонных предусилителей, да, из-за большего количества. Но каждая карта будет полезна именно под свои задачи. Если вы понимаете, что вы будете заниматься с музыкой, если вы будете записывать какие-то подкасты, но на два микрофона, вы сразу же это осознаёте для себя, берите вот эту штучку. Я думаю, что вы не прогадаете. Сразу два микрофонных усилителя, в целом неплохо раскачивающие. Да, кстати, это могло напрячь вот эта цифра в 45 децибел, но на самом деле мы подключили микрофон, в принципе, для работы ручного микрофона 45 децибел хватает более чем. Для работы конденсатора, естественно, конденсаторный микрофон эта штука раскачивает. Да, возможно, с дикторскими микрофонами, которые прям ух, просят ещё и ещё дополнительного усиления, здесь может его не хватить. Но опять же, никто не отменял микрофонные активаторы, которые в таком случае смело можно использовать. Если вы думаете, что вы будете стримить или опять же делать те же самые подкасты, но в одно лицо с приглашенными, допустим, гостями, которых вы будете подключать сюда через телефон и выводить опять же в эфир, то присмотритесь к этому аудиоинтерфейсу. Особенно, если вы замышляете что-то подобное делать, но через мобильный телефон, через какие-то приложения стримингом заниматься, я думаю, что вот эта штучка определенно будет предоставлять интерес. Что вы думаете по поводу этих двух аудиоинтерфейсов? Плюсы, минусы, какие-то косяки, о которых я не сказал, но которые вы вдруг заметили в видео? Обязательно напишите об этом под роликом. Не забудьте отблагодарить нас лайком, не забудьте подписаться на наш канал, если вы здесь недавно, я напоминаю, это давай запишем, и тут мы с вами общаемся на тему про аудио. И штатно напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, все ссылки прямо сейчас вы можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до встречи в следующем ролике! Блин, я заметил, что если смотреть кверх ногами на их название, оно очень похоже на Nokia.